Здравствуйте! Это новости на ННТ, в студии Махач Курбанов. Коротко об основных событиях этого дня. Замужество. Это было давно, но как будто вчера. Марат Молчанов погиб, защищая сослуживцев, и теперь награду получили родные герои. Подробности сегодня. Бизнес, окруженный искусством. В торговом доме Киргу к столетию образования ДССР открылись дни культуры. Наши коллеги сегодня расскажут все в красках. Поддержка на расстоянии. Накануне чемпиона Игл-ФС Мансура Малачиева встречали в аэропорту Махачкалы о последнем бое и перспективах будущего в спортивном блоке. Ровно 21 год назад погиб кавалер Ордена Мужества Марат Молчанов в ходе спецоперации в Аргунском ущелье Чеченской республики. В его памяти в Махачкале состоялся ряд мероприятий. В них приняли участие представители власти и общественности. Подробности в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Марата Молчанова сослуживцы запомнили как мужественного и порядочного человека. Он отправился служить в армию, когда ему было всего 18 лет. Это было в тяжелые 99-е годы. Ровно через год его командировали в Чечню, где он и погиб. Подорвался на мине. Марат Молчанов отдал самое дорогое – свою жизнь. Несмотря на свои молодые годы, он всегда останется в наших сердцах. Как настоящий защитник Отечества, как патриот своего Отечества. Мать возле могилы сына не может сдержать слез. Время не лечит, говорит женщина, хоть и прошло уже более 20 лет. Та боль, которую я испытываю все эти годы, она умрет вместе со мной. Но я горжусь тем, что мой сын погиб как настоящий мужчина, как воин, как защитник Отечества. Мне очень больно, но в то же время я очень горда тем, что у меня вырос сын такой и отдал жизнь свою, ни секунды, не задумываясь за нас с вами, за Родину, за то, чтобы мы жили мирное время. Возложить цветы на могилу отважного солдата пришли десятки людей, юные армейцы и ветераны, представители власти и общественники. Является примером для патриотического воспитания этих ребят. Яркий, очень хороший пример, подражать ему, учиться хорошо, учиться и, конечно, добиваться лучших результатов, еще лучших результатов. Храбрость героя отметили на федеральном уровне. Посмертно его наградили Орденом Мужества. 46-ю школу Махачкале, где учился Марат, назвали его честь. В этом году правительство республики внесло свою лепту в дань памяти герою. Матери солдата вручили ключи от квартиры в центре Махачкалы. Есть ощущение того, что это что-то, ну какое-то облегчение вот сегодня. Мы много этим занимались, и ремонтом квартиры, и подбором ее до этого и так далее. Но самое главное, что мы этот вопрос сняли, и я думаю, что такое душевное облегчение получат все люди, которые все-таки ценят то, что сделал Марат Анатольевич. Сегодня день памяти, когда он погиб. Поэтому мы, ну, восполнили, наверное, то, что мы должны были сделать, что в наши обязанности входило. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурад Микбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. В Дербенте продолжается вакцинация от коронавируса. Накануне иммунизацию прошли 54 человека. Среди получивших вакцину работники администрации, бюджетных организаций, сотрудники Росгвардии и не только. У привитых граждан за время наблюдения не выявлено каких-либо осложнений или побочных явлений. Напомним, что прививку может сделать любой желающий. Запись на вакцинацию ведется на сайте Госуслуг и по горячей линии Минздрава. В ДГТУ стартовала донорская акция с проведением анализа крови на антителам. В первый день более 70 человек воспользовались этой возможностью. Данное мероприятие инициировано в рамках подготовки к вакцинации от COVID-19, а также в целях обеспечения республиканского пункта переливания крови плазмой крови, содержащей антитела. Мы очень надеемся, что это поможет нашим землякам, что те, кто нуждается в этой крови, он ее получит. И мы таким образом сможем решить несколько важных задач на сегодняшний день. Донорство крови – это ваша помощь своему населению в условиях, когда этой крови катастрофически мало. Замечательные ребята из ДГТУ, спасибо вам большое, что ваш добровольческий вклад становится ярким примером того, как молодежь может помочь своей республике и своему населению. Дни культуры, приуроченные к столетию образования ДССР, открылись в садовом центре Киргум. Большой проект, где каждый может познакомиться с работами юных умельцев и профессиональных мастеров художников, педагогов и выпускников Дагестанского художественного училища, будет работать до 14 февраля. Подробнее в следующем сюжете. Ярко и эмоционально начался творческий сезон в садовом центре. Атмосфера праздника ощущалась уже с самого порога. Все пространство холла было украшено картинами талантливых художников и инсталляциями. Творческий сезон открыли торжественным перерезанием красной ленты. Дефиле в народных костюмах переносило посетителей в самобытное прошлое жизни горцев. Каждое событие в Киргу поражает своей оригинальностью, неповторимостью идей. Шоу-программа оказалась насыщенной и разнообразной. В мероприятии приняли участие коллективы самых разных направлений и возрастов. Это и камерные оркестры, и вокальные коллективы с большим опытом и историей. Живопись, ковроткачество, кайтакская вышивка, художественная обработка металла, дерева и многое другое. Каждый гость сможет не только насладиться творчеством мастеров, но и попробовать себя в любом виде народного ремесла. Сегодня, конечно, очень отрадно, что в республике Дагестан проводится в рамках празднования столетия нашей республики такие мероприятия, связанные именно с культурной жизнью. И торговый дом Киргу не стал исключением. Они тоже подключились активно к этой акции. И сегодня, как мы видим, что Дагестан не только славится джигитами, но он еще и славится тем искусством, которое представлено в этом выставочном зале. Бизнес, окруженный искусством. Именно так можно сказать о мероприятии, которое организовал торговый дом Киргу для всех своих гостей. Это не просто культурное объединение. Это объединение стилей и направлений взрослых и молодых, артистов и зрителей, продавцов и покупателей. Во-первых, хочу сказать, что сегодня на Дагестанской земле большой праздник. Я считаю, что нам надо почаще проводить такие праздники, чтобы люди приходили и радовались. Компания Киргу уже много лет занимает лидирующую позицию в торговой нише Дагестана, преуспев не только в бизнесе, но и в общественно значимых делах. Компания участвует во многих социальных и народных проектах, бережно относясь к своим традициям, тем самым завоевав всеобщее признание дагестанцев. Есть ответственный бизнес. Есть люди, которые понимают нравственные условия, скрепы, как сейчас принято говорить, общество. Вот мы стараемся внести свое лето. Я в высоком случае стараюсь это сделать, как руководитель компании, безусловно, реализуя идею собственника компании и настраивая на это весь коллектив. Алина Багилова, Муса Салгиреев, Мурат Бекпарзов, телеканал ННТ Махачкала. Самурский национальный парк внесли в список особо охраняемых природных территорий России. Минприроды России считает, что внесение в единый госреестр недвижимости сведений об особо охраняемых природных территориях крайне важно, как для сохранения природных экосистем, так и для жителей местности. Установленные границы режима помогут людям ориентироваться на территории парка и безошибочно определять возможности своих действий, будь то строительство, садоводство, фермерство и другое. Пояс чемпиона Игл-ФС в Дагестане. Новоиспеченного обладателя титула престижной бойцовской лиги Мансура Малачиева накануне встречали в аэропорту Махачкалы. Радость победы с триумфатором разделили его родные, друзья и многочисленные болельщики. Тему продолжит Курбан Рагимов. Эту поддержку Мансур Малачиев чувствовал за тысячи километров. Родные сельчане из зубутлими атли и одноклубники. В аэропорт приехали порядка двухсот преданных болельщиков. Каждый хочет лично поздравить и сделать памятное фото. Победа в титульном бою против Руслана Сариева пока самая громкая в карьере 29-летнего Мансура Малачиева. Начало поединка шло под диктовку его соперника, однако в третьем раунде бойцу клуба Universal Fighters удалось плотно захватить шею и выйти на прием. Сариев стучит в знак сдачи Малачиев, новый чемпион лиги в легчайшем весе. Как признается тренер, подготовка к этому бою выдалась скомканной, но Мансур сумел проявить характер. Ну я понимал, я взбодрил его, что твой соперник, ты не думаешь, что он лучше тебя дышит. Я вижу все со стороны, он не играм, а лучше тебя не дышит, поэтому реально ты можешь выиграть. Где-то процентов в 60-м был готов, честно говоря. Ну в любом случае я верил, верил. И еще здесь я говорил, Мансур в третьем раунде ты должен задушить его, потому что у нас в плане так и было. Титул чемпиона в одной из ведущих российских лиг открывает перед Мансуром Малачиевым новые перспективы. Как и большинство бойцов ММА, он давно мечтает попробовать силы в UFC и кажется, сейчас это вполне стало реальным. Мне уже 29 лет, сейчас, как они сказали, если одну защиту делаешь, уже, ну дальше уже за океаном, за UFC они сами уже отправят. То есть они будут тебя как бы рекомендовать? Да, это как сам Абин Нур Магомедов сказал, кто здесь выиграет пояс и будет защищать, он уже автоматически туда попадется. Я очень хотел выиграть и привезти этот пояс в Дагестан, и, алхамду ле, это не удалось. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Оставайтесь с ННТ. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин